Дом 1924 года постройки выглядит крепким только снаружи. Полы провалились, потолки падают, жильцы нескольких квартир съехали, а те, кто остался, боятся не проснуться. Рядом-то валится, у меня может так же провалиться. Это еще держится, пока мы топим, вот печки так, может быть, за это еще. Но так бы-то он тоже провалился уже. Таких домов по поселку около 40. После закрытия бумажной фабрики в 1996 году они вместе со своими жителями оказались никому не нужны. Поселяне говорят, что и при советах уход за строениями был неудовлетворительным. Так что сегодняшняя ситуация – итог многих лет халатности. Я в этом доме живу 40 лет. Ремонта при мне не было в этом доме. Никакого абсолютно. Только своими силами делаем. Состояние построек жильцы называют аварийным. Стены промерзают, нижние венцы срубов прогнили, сами дома буквально разваливаются из-за неравномерно проседающего фундамента. В администрации сельского поселения, к которому относится Андекская, нам заявили, ни один дом здесь не признан аварийным. На месте работала специальная комиссия. Выезжает комиссия, комиссия приезжает в квартиру. Дри депутата туда приходят, стоят в квартире пять минут вместе с главой. Результатов никаких. Приходят через месяц опять отписки, что ваша квартира находится в удовлетворительном состоянии. Плата с жильцов включает в себя взнос за капитальный ремонт. Но у жильцов мало надежды. Они нам сказали, пишите бумаги, и в 2017 году, может, что-то будет сделано. Может быть. По программе капитального ремонта. А когда еще надо три года ждать? Мы сейчас будем платить опять ни за что. И потом опять исчезнут. Скажут, дом списан. Вот так вот. Руководитель управляющей компании, которая отвечает за треть домов в Андексском, тоже настроен скептически. Ну, там вообще все старое, очень дряхлое. Это что-то там, чего-то делать. Там никаких денег не хватит. 80% это не плательщики. Делаем, что все самое необходимое по заявкам, если там заявки есть, что-то, чего там. Такого не скажешь, что мы ничего там не делаем. Жилой фонд в Андексском, самый старый в районе, еще довоенный. Две трети домов не обслуживаются ни в какой форме и очень быстро ветшают. В руководстве неласкового сельского поселения, которому относится Андексская, говорят, решение проблем в руках жильцов. Они могут обратиться в район, и, пожалуйста, комиссия признает его ветхим и аварийным. Программу расселения мы не включены. Если подходить к этому серьезно, то все дома практически надо признавать ветхими и аварийным. Каким образом мне потом всех их расселять в течение трех лет. В администрации поселения уверены, что у большинства жителей поселка есть все шансы признать свое жилье аварийным.